Среда, 9 утра, как вы понимаете, следующий наш выпуск посвящен нашему евровыезду. Дебют Виталия Денисова в локологе, он вернулся. Нормально? Снимают нас? Снимают, да. Будут в самолете, в аэропорту, в отеле, везде. Все поехали с нами. А вы что? А я немного снимаю. Знаешь, что такое? Бутин, Маслаченко. В локомотиве Бутин был нападающий великолепный. Он забивал голову очень много. Но в этом году, понимаете, у меня есть шансы. А вы знаете, кто у нас тренер? Тренер? У нас тренер. Нет, нет. А вот, посмотрите. Вместо человек 7. Правильно? Правильно. Он же, мы, я его давно знаем. В этом году, может быть, у вас тройка войдет. Войгу. А вы тоже играете? Я на замену выхожу. А, с замену? О, пацан. Я просто думал, иди сюда. Да иди сюда, руку дай. Держи. Смотри, не урони. Вернулся Виталий. Молодец. Продолжайся. Отвали. Слушай, нормальный диалог. Какой выбор? Выбор, я думал, фотофиль посмотреть, если по камере. Что скачано? Нет, все стерли, все что было. Я бы что-то смотрел на дороге. Легенда номер 17, посмотрите, это хватит уже. Двадцать пятый раз. Доброе утро, дамы и господа. От имея командира страны. На наставнике, посмотри, два часа, десять лет. А ты не то смотришь. Отвали. А человек смотрит лок-в-лок. Я уже все посмотрел. Полную версию? Почти. Поздно было, начал, досмотрел. А, а следующая с тобой будет все-таки? А, да ладно. Впервые, за восемь. Ты понимаешь, что ты неудачно травмировался? За восемь, а, за осень? За восемь выпусков, первый раз. Ну или я неудачное время выбрал. А ты, а вы что, хотели первую со мной сделать? Не, ну как, ты самый активный, самый, а тут бац, и тянет тебя, как так? Я тебе задаю вопрос, ты хотел первую со мной сделать, ты говоришь, нет, ну... Я сливаюсь с ответа. Все понятно. Хорошо. Все понятно, я услышал ваше мнение. Там же идея в чем, много локаций, много людей. Спасибо за честное, спасибо, нет. Вот, не, я сейчас, честно, я ехал в Баковку и хотел у тебя спросить про сборную. А с тема, кто как сыграл за сборную. Ты два раза сыграл, нормально. Ну, то есть, меня помнишь, у меня рубрика была «Спросить про сборную». Я ничего вообще не почувствовал. Я готов меняться с тобой. Я не нашучиться. Очень редко. Неудачно нашел футболиста для обмена часами. Это как гайца. Виталий Денисов, самоголовность. Виталий Денисов, самоголовность. Раздает автографы. Один раз был. Я в Копенгагене был, наверное, в раз в пять. Где-то когда-то пролетом, когда-то мы тут играли. Когда-то давно мы с Лаконтевым на турниры здесь приезжали. Я не знаю, был ли там. Как бы вот, прямучие времена были. Мы выиграли тогда турнир в Копенгагене. И у Копенгагена. Финаль. По такой погоде вообще в какой футбол можно играть? Хороший. Можно? Нет. Нужно даже. Это можно вставить? Нет. Что там все? Проверьте, бля. Нет, что там все, бля. Это так, где вы? Да, ну, кто-то все влюблено. Как вы поняли, Копенгаген встретил не очень приветливо нас. Ребята промокли, пока до автобуса бежали. Что было следом? Следом приехали в отель. Обед, пару часов сна. И вот тренировка. Вот она тренировка, точнее подготовка к ней. Сейчас парни буквально минут через пять выйдут на поле. Юрий Павлович уже на поле. А до этого он уже успел побывать даже на пресс-конференции и кое-что интересное сказать. Учитывая, что дождь, скорее всего, будет, скандинавская команда, получится ли тоже играть в свой комбинационный футбол, как ты думаешь? На сегодняшний момент международный опыт Копенгагена, конечно, вышел. Локомотив давно не участвовал в Лиге Европы. Хотел спросить, у вас какие-то личные эмоции есть с тем, что вы вернулись им на Европу, не команда, а вы? Ну, отвечаем. Вы. Все вместе вернулись. Я хожу на улицу. Куда-то идти? Мы, по-моему, на улицу, да, вы вышли? Давайте обратно. Как вы, наверное, уже успели заметить, в этом влоге несколько изменился формат подачи информации. Я буду больше молчать, буду стараться вести себя абсолютно незаметно, неприметно, чтобы с камерой быть везде, где только возможно. Ну, и хронологически здесь тоже все будет верно. Снял поездку сейчас, накануне игры, в 6 часов вечера, команда приехала на тренировку. Немного потренируемся. Ну, и далее все также абсолютно верно с хронологической точки зрения. Как я уже сказал, я все же буду больше молчать. Но все же один интересный факт я расскажу. Вот эта одна трибуна, аж целая, оказывается очень легко вот так, оп, складывается и выдвигаются сцены. И тут часто проводятся концерты. А еще тут везде, видите, офисы находятся. Так что стадион, многие сравнивают с тем стадионом, что у ЦСКА. Ну, и еще тут есть крыша, поэтому много шуток про хорошее расположение стадиона, про местность, что вот Баклана тут не водится и крыша есть. Вот. При этом я не жду голов от этого матча, честно говоря. Я вспоминаю игру здесь Рубина с Копенгагеном. Вообще, так вот, по-букмекерски говоря, жуткий низ. Просто жуткий низ. Я думаю, что нечто похожее будет и между Локомотивом и Копенгагеном. Оп! Паш, 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 быстрее! Выходим отсюда, выходим в другую! Верять! Выходим в другую! Верять! 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 Хороший, брат! Очень хорошая. Поле тяжелое, нет? Не, нормально. А крыша дышится хороша? Ну, ты сделал чуть-чуть. Не знаю, я был нормально. У меня приличные колобойстии. Серьезно? Ну, легче дышится и более футбольная погода. Верять! Спасибо, сэр. Верять! Верять! Да, вы так сказали А вот, собственно говоря, и матч Дэй То, ради чего все это было Ну, вы уж извините, я там не стал снимать завтрак Не стал снимать обед А вот он отъезд команду уже на игру Ничего не поменялось По-прежнему льет сильный дождь Мы играем для победы Или по-прежнему льет Или по-прежнему Окей В конце дня всегда сложно предполагать, да? Есть небольшие вещи, которые решат Если вы идете на филе как победитель Или, скажем, с льетом Мы всегда пытаемся получить нашу лучшую стилу 100% И мы увидим, что мы сможем успевать Но в общем-то, вы всегда должны идти на филе Полчаса до начала игры Первой игры в Лиге Европы Команда уже разминается Танцы подальше разминаются запасные Тут рядышком стоят ребята, которые, к сожалению, не попали в заявку Потому что заявка на Лиге Европы совсем не резиновая Вот, ну снимать это особо и нельзя Да и что-то интересного Разминка и разминка Интересно будет дальше Однажды я уже смотрел матч за воротами Но тогда рядом была наша бананская трибуна Но сейчас смысла за воротами стоять нет Потому что парни здесь ПЕСНЯ 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 Вот так с нашими полетчиками незаметно пролетел этот матч, поддерживали неистово всю игру. Наши парни сражались так же, было тяжело, но мы предполагали, вот с Эриком обсуждали, что истевая ничья, почему нет, так и получилось. Саба, доволен, нет ничьей? Нормально, поиграл все было. Тяжело было, да? Ну, нормально, постоянно здесь нужно. Борь, как игра смотрелась? Поначалу очень напряженно было, совсем напряженно. Могли сыграть лучше, но ребята старались, одно очко это сюда, одно очко это точно. А так, стратегически нормально, да? Надо сюда побеждать, если смотреть по игре, то, мне кажется, ничей не играл. Спасибо. Не лена тоже сдевал. Не, не дуй, Юль Павлович, я туда снимался. Лех, как матч? Тяжело было, да? Тяжеленький, да? Ну, походу, как-то привыкали, что ли, к Олю или к сопернику, как правильно сказать. И, Юль Робан, может, не украли просто. Да, иди. Ну, лат, рейд сумасшедший на 80 минут, откуда сила? Ну, надо, надо работать до конца, 90 минут, надо удерживать. А, так же. Тяжелый игрок, да, Гейм? Да, да. Обличный. Тяжелый игрок, да, да. На конце игры вы сделали шансы, как в Европе финале. Да, да. На дистанции. Да, я попробовал. Было много людей вокруг меня, но я попробовал. Не было шансов просто, но у них тоже не было таких хороших моментов. Мы, как тоже и мы, они аккуратно были, они меньше, чем мы. Ну, очко от прямого грунта, на въезде это неплохо. Комментарии получены, мы уже в автобусе подъезжаем к самолету. Самолет мы уже видели, не будем беспокоить уставших ребят. Так что, это был Лока Влог номер 8. Пока. Пока. Все, спасибо. До новых встреч. Пока. Пока. Ну, ладно, пока. Субтитры подогнал «Симон»